Друзья, привет! Сегодня будем разбирать трек, который в далёком 2003 году открыл для меня путь в мир альтернативной музыки, а именно Linkin Park, Somewhere I Belong. Помню, как увидел первый раз клип по MTV, и меня зацепило. По-прежнему это один из моих самых любимых треков не только у Linkin Park, а вообще. На этот раз я буду разбирать оригинальную партию без упрощений. Я постарался снять её максимально близко к оригиналу. И в процессе у меня даже возникло ощущение, что их барабанщик Роб Бурден не очень любит переменную аппликатуру в заполнениях. Но обо всём по порядку. Перед тем, как мы начнём, немного общей информации. Меня часто спрашивают, даю ли я уроки и в каком городе. Друзья, я живу в Санкт-Петербурге, и личные уроки даю именно здесь. Но для жителей других городов я доступен через Skype или Zoom. Поэтому, если вас интересуют уроки, пишите мне ВКонтакт, в группу или на личную страницу. А можете написать в Инстаграм. Кстати, подписывайтесь, если не подписались. Через сайт или на почту. Ссылки на все эти ресурсы будут у меня в описании. Также совсем недавно я запустил свою онлайн-школу, и постепенно она будет пополняться курсами на различные темы. Поэтому заглядывайте на мой сайт okdramer.ru в раздел «Онлайн-школа» и смотрите, какие курсы сейчас доступны. А если вы хотите поддержать меня и мой канал, то вы можете сделать донат через мой сайт. Ссылка также есть в описании. И заключительный момент перед тем, как мы начнем таки разбирать трек. Минус в различных темпах будет по-прежнему доступен по ссылке на Яндекс.Диск в описании. А ноты будут доступны либо также через Яндекс.Диск, либо на моем сайте за символическую сумму. Будут и платные версии, и бесплатные. Таким образом вы сможете меня поддержать. Но, само собой, во время разбора ноты всегда будут появляться на экране. Но если вы хотите, чтобы они были у вас в распечатанном виде, или на планшете, или на телефоне, то, соответственно, их можно приобрести будет через мой сайт, повторюсь, за символическую сумму. Давайте разберем этот трек по частям. Для начала вступление. Во вступлении первые 8 тактов мы не играем. Первые 4 играет электроника, как вы уже слышали. Потом добавляется гитара, и в 9 такте мы начинаем играть. Играем в открытый хай-хет 4 такта. Очень интересный здесь рисунок, на мой взгляд. Сейчас я отыграю эти 4 такта в медленном темпе, и в конце покажу еще отдельное заполнение, которое играется в 4 такте. И после этого рисунка идет двухтактовый переход на первый куплет. Давайте посмотрим его медленно. Субтитры подогнал «Симон» Как вы заметили, после ударов «Крэш» я играю 32-ю двойку в хай-хет. Она не везде есть. На некоторых лайвах барабанщик ее играет, на некоторых нет. На записи ее тяжело уловить. Но я слушал отдельно партию барабанов, когда снимал этот трек. Там она была. В общем, тут на ваше усмотрение. Можете сыграть, можете нет. Такая вот небольшая фишечка. В принципе, глобально погоды не сделает. Но если хочется и получается, то можно вставить. И во втором такте очень классное, на мой взгляд, заполнение. В свое время, когда я первый раз только снимал этот трек, я очень долго понимал, куда же мне нужно вести руки. Какая идет в том, какая в малый и так далее. И затем мы идем на первый куплет. Он состоит из восьми тактов. Правая рука играет шестнадцатые ноты. И левая рука периодически вставляет тридцать вторые. О таких заполнениях я рассказывал в одном из видео. Заполнение на хай-хете. И в конце, в восьмом такте, мы делаем открывание хай-хета постепенно. И затем заполнение. Так, давайте посмотрим куплет отдельно и медленно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И в конце там играется заполнение. Давайте его тоже отдельно посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот тут вот как раз-таки тот нюанс, о котором я говорил в самом начале, что барабанщик Роб Бурден не очень любит переменную аппликатуру. Как вы видите, здесь происходит сначала удар в тома двумя руками, а затем левая рука играет еще один удар. То есть он не играет это как-то по очереди. ПРА-ТУ-ПРА-КУ-ТУ-ПУ-ТА-ТА, например. А именно таким образом он играет вместе и затем левой рукой еще раз в том. Причем такой момент. У него два навесных тома. И он сначала играет двумя руками в напольный и во второй том, а затем левую руку переносит в первый том. Получается ТУ-ТУ. Но так как у меня один том, я эти оба удара одной рукой играю в этот том. И затем мы переходим на первый припев. Он состоит из восьми тактов. Вторые четыре такта — это то же самое, что мы играли во вступлении. Первые четыре такта тоже практически такие же, но отличается четвертый такт. Там играется другое заполнение. И вот как раз-таки это и будет второй пример, где он не любит переменную аппликатуру. Давайте посмотрим отдельно. И затем мы переходим на второй куплет. Давайте посмотрим его отдельно. Теперь переходим на второй припев. Он практически такой же, как и первый, за исключением последнего такта. Давайте посмотрим его медленно. Теперь переходим на бридж. Он состоит из десяти тактов. Давайте посмотрим его отдельно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вы заметили, в первых четырех тактах я играл сначала левый крэш, затем правый. А затем в пятом такте я играл сначала правый, потом левый. Так играется в оригинале. Так играет барабанщик Роб Бурден. Я думаю, это сделано потому, что в четвертом такте бриджа последний удар идет в чайну. И чтобы не вести руку отсюда, вот в этот крэш, он сыграл наоборот. Но затем в шестом, получается, такте, он вернулся обратно на левый, затем правый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Пару слов о заполнении, которое играется в конце бриджа. Там есть две тридцатарые ноты в бас-барабан. Я такие вещи обычно играю на кардане. Для каких-то легких моментов я использую одну ногу. Но здесь мне хотелось сыграть мощно, поэтому... и вообще хочется, чтобы этот момент был мощный. Поэтому я играю такие тридцатарые на кардане. Теперь двигаемся на третий припев. Он такой же, как и первый, и второй, но отличается последним тактом. Давайте посмотрим его отдельно. И мы добрались до конца песни. Заключительная часть кода. Давайте посмотрим, как она выглядит медленно. Заключительная часть кода. Друзья, на этом все. Спасибо большое, что смотрели. Если будут какие-то вопросы, пишите. Не стесняйтесь, я всегда на связи. И увидимся в новых видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!